В день памяти свидетеля Николая Чудотворца престольный праздник отметил Никольский храм города Кыштыма. Божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и златоустовский Никодим. О великом святом и о жизни прихода в сюжете наших коллег. Храм построен в конце 19 века на средства заводчиков Расторгуевых. При богоборческой власти церковь оказалась полуразрушена, использовалась как склад и спортивный зал. Более 10 лет назад здание вернули верующим. Само название Чудотворец уже показывает нам, что сей угодник Божий имеет определенную благодать у Господа. И по его молитвам совершаются великие дела в отношении рода человеческого. Множество и множество людей, не только из рода православного, но даже и других верований, могут сказать, что им помог святитель Николай. Так угодник Божий показывает нам, что у любви Божией нет пределов, и изливается любовь Божия на всех в одинаковой мере. Широко известно, что святитель Николай помог старцу и трем его дочерям, принеся мешочки с золотом. Владыка Никодим напомнил, что и в наши дни Чудотворец из мир Ликийских скоро приходит на помощь ко всем прибегающим к нему. Для всех нас святитель Николай не просто близок, а это реальный человек, с которым мы общаемся, к которому мы обращаемся за помощью и от которого эту помощь получаем. Так пред нами открывается истина, что мы все в Господе живы, что нет смерти, а только для нас есть рай и счастье. Посему-то прославляем Господа, угодников Божиих, прославляем Матерь Божию и приходим в Храм Божий, дабы паки и паки почтить святителя Николая. Прихожане Свято-Никольского храма стараются совершать дела, достойные своего небесного покровителя. При храме действует воскресная школа, в которой учатся примерно два десятка детей. На Пасху и в другие праздники приход участвуют в благотворительных проектах.